Привет! Тема сегодняшнего видео Химические уравнения или как составлять химические уравнения Прежде всего нужно вспомнить, что химия это наука о веществах, их свойствах и взаимодействиях и химические уравнения это запись химической реакции То есть, когда мы записываем химическую реакцию слева у нас реагенты, а справа продукты химической реакции Чтобы правильно писать, мы должны знать свойства веществ Также у меня есть такое видео о составлении формулы веществ по их валентности Тоже зная это, вы можете уже написать, какие будут продукты химической реакции Ну, например, начнем с простого Пусть у нас будет сера, которая взаимодействует с кислородом И у нас получится оксид серый четырехвалентный Напомню, серый имеет переменную валентность Это мы записали с вами схему химической реакции Слева у нас реагенты Справа продукты химической реакции Над стрелкой мы пишем условия протекания химической реакции В данном случае будет температура Также над стрелкой вы можете видеть Т это температура Если стоит П, это давление А шнюк, это квант света То есть реакция протекает на свету Или может быть какой-нибудь катализатор Указывается он над стрелкой всегда Когда мы записываем уравнение химической реакции Итак, вы должны знать, что число атомов, вступивших в реакцию Должно равняться числу атомов, образовавшихся Мы видим, что у нас в реакцию вступила одна сера Вот тут индекса никакого нет возле серы И прореагировав с кислородом У нас образовался оксид серы четырехвалентный И одна сера справа Кислород Два кислорода вступила в реакцию Вот видите, двоечка Это индекс И также справа у нас тоже два кислорода То есть уравнивать мы здесь не должны Например, давайте запишем такую реакцию Водород плюс кислород Образуется вода Над стрелкой пишем Условия протекания химической реакции Слева у нас реагенты Справа продукты Почему мы написали именно H2O А не какую-то другую формулу Потому что кислород двухвалентен Водород одновалентен Графическая формула воды Сразу, чтобы было понятно Вот эта вот линия Обозначает Валентность Валентность Или связь Которую данный элемент Может образовывать с другим Или с таким же Вот От кислорода идут две линии Он двухвалентный От каждого водорода по одной Поэтому, зная валентности веществ И их свойства Мы записываем Мы можем составлять формулы Как уравнять данную реакцию? Мы смотрим У нас слева два водорода Вот индекс двоечка Справа тоже два водорода Кислородов Слева два Справа один Что делать? Методом подбора Ставим двоечку Эта цифра называется коэффициентом И она будет относиться И к водороду И к кислороду То есть кислороды Мы уравняли У нас слева два И справа два А вот водородов Уже справа стало четыре Потому что Мы по правилам должны Коэффициент умножить на индекс И это будет четыре То есть справа у нас четыре водорода А слева всего лишь два Поэтому я должна здесь поставить двоечку Думаю здесь понятно И давайте еще рассмотрим Вот такую реакцию Кальций СО3 Это соль Называется она Карбонат кальция При температуре Раскладывается На оксид кальция И оксид углерода Четырехвалентного СО2 Это углекислый газ Мы записали Мы записали с вами Уравнение Химической реакции Слева у нас Вещество Кальций СО3 Справа Продукт реакции Продукты реакции Кальций СО2 СО2 Эта реакция Относится По типам химической реакции К реакциям Разложения То есть одно вещество Распалось на два Разложилось Под действием температуры Итак Вот у нас условия Над стрелкой Как Стоит ли нам уравнивать Давайте посмотрим Был у нас кальций 1 И образовался 1 Был 1 углерод И здесь 1 углерод Вот он Связался с кислородом И слева 3 кислорода И справа 2 плюс 1 Тоже 3 кислорода То есть уравнивать Нам не нужно Число атомов Вступивших в реакцию Равно числу атомов Образовавшихся В результате реакции Почему именно Мы написали Кальций О И СО2 Во-первых Это Чтобы правильно Писать химические реакции Нужно знать Свойства веществ Но так как Только вы начинаете Изучать химию Вы знаете Валентности И можете уже По валентности Вставлять формулы У нас Углерод Может Соединять Может Давать оксид СО И СО2 А кальций При соединении С кислородом Образует вещество Кальция Оксид кальция Скорее всего Вам уже продукты Реакции будут даны Вы должны просто Уметь уравнивать Ну и давайте Напишем Такую реакцию Пусть у нас С вами будет Серная кислота Х2СО4 Разбавленная Видите Я пишу Обязательно Нужно указывать Серная Разбавленная И серная Концентрированная Реагирует По разному Плюс Цинк Кислота С металлом Стоящим до водорода Всегда образует Соль И у нас Второй продукт Это водород Поэтому я пишу Сульфат Цинка Плюс H2 Водород Уходит в виде Газа Поэтому я Пишу Стрелочку Вверх Вот у нас Такое Химическое Уравнение Как уравнять Ну считаем Слева Два водорода Справа Два водорода Слева Один цинк Справа Один цинк Слева Одна сера Справа Одна сера Четыре кислорода Здесь И тут Четыре кислорода То есть Коэффициенты Нам Расставлять не нужно Число атомов Вступивших в реакцию Равно числу атомов Образовавшихся В результате реакции Теперь Если непонятно Почему я написала Именно цинк СО4 Потому что Цинк у нас Металл Чья валентность Всегда два СО4 Это кислотный Остаток От серной Кислоты Аж два СО4 А валентность Кислотного Остатка Всегда равна Числу Атомов Водорода Соединенных С ним Вот тут Число Атомов Водорода Два Поэтому Вытесняет Он СО4 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 У нас есть Химическая реакция Мы ее записали У нас есть Реагенты И есть продукты Теперь Необходимо Уравнять Как это сделать Методом Хлора Подписывайтесь На канал Пока Продолжение следует